КРАСА-6322 РАПТОР Многоцелевой бронированный автомобиль на базе армейского грузовика КРАСА-6322 Разработка бронированного варианта КРАСА-6322 была начата на основе анализа опыта локальных войн 1990-х, начала 2000-х годов и начавшейся в 2003 году войны в Ираке, в которой принимал участие контингент вооруженных сил Украины. В 2003-2005 годах был разработан полицейский бронированный вариант КРАСА-6322 для спецподразделения МВД Украины, предназначенный для действий в условиях массовых беспорядков. Машина, получившая название «Австрицать», имела бульдозерный отвал, бортовые краны для защиты колес, решетки для защиты стеклоблоков от механических повреждений, ударов палками, брошенных камней и тому подобное, спецсигналы, громкоговорители и водомет. В 2006 году были отмечены случаи локального бронирования военнослужащими Иракской армии грузовиков модели КРАСА-6322, поставленных по программе военной помощи США для вооруженных сил Ирака, однако переоборудование этих грузовиков проходило в инициативном порядке и не являлось стандартизованным. Также, в 2006 году итальянская компания «Вич Лиенгиньоринг» изготовила малую серию стандартизованных бронированных грузовиков КРАСА-6322 для контингента ООН в одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили полное наружное бронирование из стальных листов и керамических пластин на каркасе из прямоугольных труб и замену остекления на пуленепробиваемые стеклоблоки. В это же время работы над созданием стандартизованной бронированной версии КРАСА-6322 начали специалисты Кременчугского автозавода. В результате совместно с канадской компанией «Астре» и «Гроуп» был создан бронированный грузовик КРАСА-6322 НМРВА, в феврале 2007 года официально представленный на Международной выставке вооружений «ИДЕКС-200723», и в дальнейшем – предложенный на экспорт для иностранных заказчиков. В 2008 году машина проходила испытания в Пакистане. В 2013 году компания «Арес Сечуритович ЛСЛС» Дубай, ОАЭ, представила еще один вариант бронемашины на шасси КРАСА-6322, получивший наименование «Пантера-6 на шесть КРАСС». После начала боевых действий на востоке Украины весной 2014 года потребности силовых структур Украины в бронетехнике и бронированном транспорте увеличились. В августе 2014 года изготовление бронированного варианта «КРАСА-6322» собственной разработки освоила киевская компания «ЗАО НПО Практика». 21 ноября 2014 года Кременчукским автозаводом был представлен вариант «КРАСА-6322 РАПТОР» с усиленным бронированием. В октябре 2015 года киевская компания «ООО Реформ» представила еще один вариант бронированного «КРАСА-6322», «КРАСА-6322 РАПТОР», вариант 2014 года с усиленным бронированием. Совместная разработка «ООО «Автокрас» и «Стреид ГРОУП-8». Бронирование «Ченливел БР-6», масса снаряженного автомобиля – 21000 кг, грузоподъемность – 4200 кг. В кузове установлен съемный бронированный модуль на 24 человека, в левом и правом борту которого расположены по 6 амбразур для ведения огня из стрелкового оружия, в корме – двустворчатые двери с двумя амбразурами для стрельбы, в крыше – люки. На крыше кабины установлена поисковая фара-прожектор, воздухозаборник отсутствует. 9 февраля 2015 года генеральный директор «Автокраса» Р.Е. Черняк сообщил, что в бронеавтомобиле «КРАСРАПТОР» доля украинской составляющей достигает 80%. Продолжение следует...